Алматинцев ещё познакомились с японской традицией чаепития. Эта церемония не просто способ правильного заваривания напитка. Здесь важен каждый жест и слово. А жару разваючилось искусству. В стране восходящего солнца есть специальная церемония – тяною, не имеющая аналогов ни в одной другой культуре. У японцев даже существует чайная философия, которая заключает в себе основы гармонии, почтительности, чистоты в чувствах, мыслях и безмятежности в душе. В чайной церемонии важно всё – как сидеть, как подавать посуду. В Казахстанской японском центре уделяют большое внимание проведению традиционных мероприятий подобного рода. Они считают, что это лучший способ привить студентам центра любовь к прекрасному. Японцы очень трепетно относятся к красоте, очень трепетно относятся к внешнему созерцанию. И вот для них важно, чтобы посуда была красивая, чтобы там были цветы, чтобы подавали именно таким образом. Вот этому, наверное, можно учиться, потому что это значит остановиться и на секунду посмотреть красоту окружающего мира. Специальный гость – госпожа Камахара Джунка, супруга посла Японии, готовилась к церемонии, как подобает – две недели. Она приехала в Алматы с гостинцами, привезла мачо-чай и спекла традиционные сладости. Каждый смог погрузиться в атмосферу уюта, который так тщательно создавала хозяйка. В Японии считают, что чай – лекарство во всех отношениях, в том числе и для души. Я надеюсь, что после сегодняшней церемонии у каждого присутствующего откроется сердце для чего-то нового. Такие мероприятия способствуют культурному обмену между Казахстаном и Японией. Меня радует, что так много людей заинтересовались этим мероприятием. Для самих японцев церемония – не просто способ правильного заваривания чая. Каждым жестом и словом они стремятся к духовному самосовершенствованию. Поэтому уходить из зала не хотелось никому. Каждый смог ощутить гармонию, которую дарит терпкий напиток.